Девушки отдыхают В город Александровск-Сахалинский Именно с него началась история Русского Сахалина После поездки туда Антона Павловича Чехова Этот город приобрел необычайную популярность И Александровск-Сахалинский стал невероятно Таинственным и мистическим местом Нам предстоит проехать около 500 километров И уже завтра мы окунемся В мистический город времен Каторги Наше сегодняшнее путешествие Начинается с ослободки Той самой, о которой писал Антон Павлович Чехов В своей книге «Остров Сахалин» Кстати говоря, та улица, по которой мы идем Называется Чеховская Но она не зря так называется Потому что Чехов хоть здесь и не жил Но неоднократно заходил в гости В один из этих домов Вот здесь жил Карл Христофорович Ландсберг Довольно-таки известный, сильно каторжный Он сам себе построил этот дом И прожил здесь с семьей на протяжении 20 лет И теперь это музей, который называется Чехов и Сахалин И в него мы сейчас зайдем Здравствуйте Добрый день Я Илья Меня зовут Аня Оксана Валентина Фрагова, сотрудник музея Оксана Валентина, расскажите нам тогда подробнее Про Карла Ландсберга, кто жил в этом доме Целых 20 лет, нам очень интересно Карл Христофорович, почему для нас Не менее значимая фигура Не только потому, что сразу же В первый же день приезда Антон Павлович здесь обедал Но и сам Карл Христофорович Очень много сделал Когда находился на каторжном Сахалине Вообще он был военным инженером И фактически отстроил всю инфраструктуру каторги И всю инфраструктуру поста Александра Он является спасителем вот этой постройки Тоннеля, который носил имя императора Александра Третьего Но уже изначально были сделаны неправильные расчеты Отнюдь не самим Карлом Христофоровичем И когда поняли на каком-то этапе нашей тюремной власти Что внутри тоннеля мало того, что даже горизонт разный И естественно бригады идут параллельно там друг к другу Одна из них вообще сворачивала в море И становится понятно, что они там вообще никогда не встречаются внутри тоннеля Вот тогда уже тюремные власти обратились к Карлу Христофоровичу С тем, чтобы он посмотрел, возможно ли спасти данный объект Как ни странно, Карл Христофорович взялся за это дело На три тоннеля, поскольку он был очень хорошо знаком с оперным делом И делает два разнонаправленных взрыва Очень хорошо рассчитанных равняет горизонт Главное, тюремное управление было, конечно, недовольно затянутыми сроками строительства Но все-таки этот тоннель был завершен Кстати говоря, следующая наша точка – это тот самый тоннель Да, я предлагаю отправиться скорее туда Потому что дорога не близкая и море может нам помешать добраться туда Пойдем скорее Спасибо большое, до свидания От этого самого места, от Слободки до того туннеля Нам нужно преодолеть три с лишним километра Но никто не знает дорогу лучше, чем местные жители Тем более, если местный житель является еще и краеведом, историком Нашим сегодняшним проводником будет очень интересный человек Григорий Николаевич Смекалов Здравствуйте Ну что, время не будем терять Вперед, нас ждут По машинам Поехали тогда Очень интересная памятная табличка, установленная на здании бывшего старого порта Здесь, в посту Александровском 11-го, в скобках 23 июля 1890-го года Зашел на Сахалинский берег писатель Антон Павлович И очень даже возможно, что писатель пошел по этой дороге и прошел в сторону Александра Сахалинского Но на этом наши пути с писателем расходятся Мы идем в совершенно противоположную сторону Мы дошли до знаменитого тоннеля Он носит название не тоннель Женкьер, как принято говорить, а тоннель имени Александра Третьего Обычный вход, такой более современный, но есть маленькая деталь, которая приковывает взгляд Это немного той самой оригинальной кирпичной кладки, которую клали еще при катаре Тоннель был построен в 83-м году Его общее время строительства заняло почти три года Я предлагаю не медлить сейчас, зайти в сам тоннель и посмотреть, что же там Я слышала такой факт, не знаю, правда это или нет Но по крайней мере звучит довольно-таки сказочно и по-интересному Что в свое время начальство, когда узнало о кривизне тоннеля Приказало найти виновного и выпороть его 200 ударами плетки И тогда начальство что сделало? Они не смогли якобы найти виновного, того самого конкретного Выстроили 200 катаржан и каждому отдали по одному удару Ну, звучит, конечно, сказочно Такая байка существует, но насчет того, подтверждается она или нет, я не могу сказать В связи с тем, что вот ошиблись эти группы катаржан, строительство затянулось И когда уже Карл Кристофорович Ландсберг помог спроецировать этот тоннель Сверху у нас уже появилась дорога на дуе более-менее проездная И дабы не смущать начальство, чиновники по поводу завершения строительства Устроили здесь большой праздник Назвали очень громко это техническое сооружение имени императора Александра Третьего Тогда властвующего в России Катались здесь на тачках, перевозящих уголь и пили шампанское Вот с тех пор была вот другая байка, что вот этот ненужный тоннель Он был создан как раз для увеселительных таких вот времяпровождения соколинских чиновников К сожалению, только это все на костях человеческих построено Почему тоннель такой разнохарактерный по структуре? Сначала мы видим, что внутри все огорожено, я так понимаю, что это лиственница, да? А дальше идет бетонный свод Для укрепления тоннеля в 1958 году наши Александровские шахтеры добровольно решили укрепить Это проблемные места тоннеля, бетонирование И вот Дуйские или Макаревские шахтеры сделали вот это доброе дело Почему? Потому что, ну действительно, от поселка Дуэ до Александровска всего 5 километров по берегу, по прекрасному берегу И народ здесь ходит Этого было достаточно еще на несколько десятилетий Но сегодня вот тоннель опять нуждается в укреплении Посмотрите, да, мне прямо было Ну вот южный вход в тоннель, он, конечно, аварийный Вот этот булыжник, который больше тонны веса, он упал буквально на прошлый день Я думаю, что здесь опасно находиться, пойдемте отсюда Конечно, конечно Ну мы прошли этот тоннель, он совершенно небольшой, всего лишь 83,5 метра, как заверяют научники, которые его измерили не так давно И мы видим здесь уже маяк Наша главная цель путешествия сегодня, наверное, одна из главных, поэтому я предлагаю отправиться в путь Пойдемте Ну по прямой метров 250 и еще 80 метров Я нашел палку Я думаю, что она нам пригодится, да, я так понимаю Нам проводник рассказал по дороге, что на маяке нас ждет опасность в виде бродячих собак, которые, в принципе, могут напасть, могут не напасть Посмотрим, будем оборонять На всякий случай возьмем оружие Пойдем я с оружием впереди Программа краеведы рекомендует ходить по знаковым местам Сахалина Это еще и хорошая физическая зарядка Можно держать себя в форме По пути на маяк Женкьер мы нашли родник с холодной водой Ну, как повелось, наверное, да, что в программе краеведы мне приходится пить холодную воду Пить холодную воду Правда, попробуем, вода должна быть вкусной И невероятно ледяной Отлично, я тоже хочу Вот то, о чем нас предупреждали Вход на территорию маяка запрещен И табличка гласит, что на территории обитают злые собаки, для чего и нужна нам вот эта палка Они меряют сюда, их не видно Пойдем, посмотрим Пойдем Мы добрались до здания маяка И, как мы видим, само здание находится в очень удручающем состоянии Кстати говоря, этому сооружению в следующем году исполняется ровно 120 лет В 1950-е годы под маяком на берегу моря добывали кальку для нужд города Александровск-Сахалинский И для нужд города, после чего карьер закрыли, и сопка поползла вниз И, соответственно, здание маяка начало рушиться И это говорит не о том, что подполковник Леопольд, который строил это сооружение, был недобросовестным строителем Здание, как он и обещал, стояло стоить даже более лет Но это говорит именно о том, о бесхозяйственности людей, которые занимались добычей гальки И они совершенно не вели никаких просчетов, в отличие от тех, кто 120 лет назад строил это прекрасное сооружение И вот так вот все поехало, 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 поползло, покосилось, к сожалению Субтитры подогнал «Симон» Артефакты Конечно, Жантьер видел и более хорошие годы Это все-таки маяк первого класса Здесь и колокола были, и пушки Но вот из того соответствия первому классу На маяке остались одни уникальные французские линзы Как утверждают строители маяка, этим линзам тоже за сто лет значительно Они поставлены в 1898 году Неотъемлемая часть маяков первого класса была не только световые сигналы, но и звуковые Потому что в туманные времена морякам, конечно, свет был невидим Зато слышны были звуки Для этих целей на маяках первого класса держали пушки и колокола Это раритет российской истории, наверное, самый древний на всем Сахалин Отталкиваться нужно от этого То, что он был на маяке, спасло жизнь этому колоколу Потому что мы отслеживаем его точную историю С 1930 года, когда его с переплавки морского торгового порта Привезли на маяк Жентьер Колокол прослужил на маяке Хотя он духовный колокол Подарок Алексея Михайловича Мужской пустыни, то есть монастырю в новгородских землях Но он еще послужил светскую службу, он работал на маяке И работал на маяке, но не меньше 70 лет Очень занятно, Илья, что на протяжении всей нашей программы Мы целый день, с самого утра в Александровске-Сахалинском Погода встречает нас, как когда-то встречала каторжан, мне кажется Потому что это холод, пронизывающий просто до костей Но у нас с тобой есть достаточно технологичные куртки В отличие от тех каторжников, которые были вынуждены находиться на Сахалине Против все Собаки, злые, каторжные какие-то просто, наверное Очень жалко, что все сооружения, которые сохранились до сегодняшних дней Это и маяк, и тоннель, находятся в столь удручающем состоянии Время не щадит никого и ничего Но а нас ждут новые приключения на Сахалине Да, давайте закончим на позитивной ноте Мы отправляемся на юг Сахалина И расскажем в следующей программе про каторжный Корсаков С вами были краеведы Анна Ковальчук И Илья Обломов До встречи, пока Пока, друзья Субтитры подогнал «Симон»